По этой теме Вениамин Кондратьев провел отдельное селекторное совещание. Фальсификат серьезно бьет по бюджету. К примеру, за прошлый год только из-за поддельного цемента ущерб экономике региона составил 1 миллиард рублей. Это нездоровая экономика с точки зрения конкурентоспособности. Тех легальных производителей, которые на самом деле платят налоги, которые работают в белую и те, которые работают в черную. Где же те равные условия, которые мы должны сегодня обеспечить, в том числе и бизнесу? Они сегодня на нас смотрят с огромной надеждой, что мы сегодня создадим равные условия. В первую очередь для легального бизнеса, конечно, но и просто уберем с рынка любой контрафакт и любой фальсификат. Каждый глава муниципального образования, если он хочет, он знает, где у него и что производится. Под белым флагом или под черным. Здесь вопрос в том, что если мы сегодня обеспечиваем сбыт и фальсификату, и контрафакту, то, конечно, будет предложение. Должны ударить там, где он производится в конечном счете. Или уж если он заводится, заводится массово в край. Вот там нужно поставить жесткий заслон. Фальсифицированная продукция также попадает на рынок запчастей сельхозтехники и фармацевтической промышленности. А среди продуктов питания Роспотребнадзор в прошлом году забраковал почти 3 тонны мясных изделий. Для борьбы с незаконным оборотом товаров в каждом районе созданы рабочие группы.